В эфире новости севера Башкирии. 12 марта в Бирске в речном порту прошел традиционный смотр сил и средств района, которые привлекают на ликвидацию последствий весеннего половодия. Службы экстренного реагирования района продемонстрировали готовность к паводку. Специалисты обеспечены всем необходимым оборудованием для работы в чрезвычайных ситуациях. Жители Бирска бьют тревогу. Они пишут в соцсетях в адрес местных властей жалобы на неочищенные дворы. Непростая ситуация с очисткой дорог сложилась в микрорайонах Юго-Западный и Телецентр. Туда брошены дополнительные силы. Сложности прибавили ночные заморозки, колеи заледенели. А вот в Солнечном жители не жалуются. Администрация сообщает, что на данный момент вся городская техника задействована. И напоминает, что за контроль по очистке дворовых территорий и проездов к ним отвечают управляющие компании. Состояние дорог общего пользования контролирует МКУ Управление благоустройством. Узнать номера телефонов обслуживающих организаций в микрорайоне, а также оставить претензию по содержанию дорог, можно по телефону. 3.30.94 Очередной этап театрального марафона прошел в деревне Даутларова и Кашкалева. Веселый водовиль по пьесе Беляева «Сирень шашек» от Канда показали участники театрального коллектива Даутларовского сельского клуба. Это любовная история двух молодых людей, которые через смешные казусы и путаницу разбираются в своих чувствах. Для конкурса Кашкалевский сельский дом культуры выбрал комедию по пьесе Нурулина «Карта ямени сон Йорек». В основе сюжета пьесы поиски любви и недоразумения в возрождении села. Зрители и жюри отметили хорошо подготовленные красочные декорации и талантливую игру актеров. В Бураево на улице Ленинского комсомола из-за нечищенных дорог застряла машина скорой помощи. Врачам пришлось добираться до больного пешком. Такая ситуация во всем районе. В феврале выпало много снега. С приходом весны все стремительно начало таять. Хорошо очищена только центральная улица Ленина. Даже глава Бурайского сельского поселения Айрат Каримов вместе с главой района Рустамом Искаковым на себе испытали трудности. Вытащить машину из снежного плена им помогли жители. В мокром грязном снегу утопают отдаленные улицы, сел и деревень. Спецтехника района не успевает очистить все и хватает рабочей силы. В Кутасинском районе из-за неисправности электросети произошло два пожара. 9 марта пожарные выезжали в село Краснохомский. Там горела баня. Ущерб составил 70 тысяч рублей. А в деревне Старые Кутасы в этот же день горел дом. Огонь уничтожил кровлю дома, повредил стены. Пострадавших и погибших нет. Театральная студия «Ватандаш» Краснохомской школы номер 3 выступила в рамках районного фестиваля конкурса «Золотая маска». Ребята представили на суд зрителей музыкальную комедию «Киз Урлау» по произведению Мустая Карима. В спектакле отражены традиции, обычаи, обряды и быт башкирского народа. В зале не было пустых мест. Все ждали выступления артистов. Они выложились в полную силу и покорились зрителей. В Караиделе встретились работники здравоохранения из Караидельского, Аскинского и Мишкинского районов. Они говорили о росте смертности от болезней системы кровообращения. Перед медиками выступила главный врач республиканского кардиологического диспансера Ирина Николаева. Она дала рекомендации поведению больных с ишемической болезнью сердца. Также специалисты обсудили новые методы борьбы с болезнями кровеносной системы. Глава администрации Караидельского района Ильдар Гарифулин поблагодарил представителей кардиологического диспансера за взаимодействие и оказание помощи в работе. 16 марта в 11.00 на поляне Сабанту и села Караидель состоится открытый лыжный фестиваль. На старт выйдут работники предприятий и организации райцентра. Гости смогут не только покататься на лыжах, но и послушать концерт местных артистов, поучаствовать в конкурсах и народных гуляниях. На сегодня это все новости, а сейчас переходим к прогнозу погоды. Редактор субтитров А.Семкин